По прогнозам экономического эксперта Вячеслава Яница, помимо снижения тарифа на электроэнергию, граждане Молдовы могут ожидать и хорошего снижения тарифа на природный газ. Об этом Яница заявил в эфире программы «Тема» на телеканале «Примул Н. Молдова». По его словам, снижение тарифов приведет к тому, что люди смогут вздохнуть свободнее, особенно пенсионеры, для которых уровень инфляции на конец прошлого года ощущался не как 30%, а как все 50%. Подробности в нашем сюжете. Экономический эксперт Вячеслав Яница заявил, что, скорее всего, тариф на газ снизится уже в мае. Они снижут тарифы. Вы полагаете, в мае на газ? Да, да, да. Это должно прозвучать, потому что это важный момент. Да, могут быть быстрее. А на сколько, господин Яница? Ну, я услышал большую разницу. Экономист подчеркнул, что, скорее всего, жители Молдовы могут ожидать хорошего снижения тарифа на природный газ, отказавшись при этом назвать точную цифру, потому что она из неофициальных источников. По словам эксперта, снижение тарифов позволит населению вздохнуть более свободно, потому что значительно снизятся затраты на оплату коммунальных счетов. Именно рост тарифов и серьезное повышение стоимости продуктов питания, как подчеркнул Вячеслав Яница, являются главными статьями расхода большинства пенсионеров Молдовы. За счет этого молдовские пенсионеры ощутили рост цен в 2022 году на 45-50%, а не на 30% в соответствии с уровнем инфляции на конец прошлого года, добавил экономист. Если бы мы делали расчет инфляции для пенсионеров, то оказалось, что рост цен это не 30%, а где-то 45-50%. Для них. Для них. Потому что у них структура потребления как раз те продукты, которые самые больше подорожали. Яница подчеркнул, что прогнозируемый в Минэкономике уровень инфляции в 13% является все равно достаточно высоким. И это никоим образом не будет означать снижение цен. Когда мы говорим, что снижается инфляция, то цены не падают. Они просто растут медленнее. Потому что что такое инфляция? Это рост цен. Если они росли 30%, будут расти 13%. Но извините, пожалуйста, 13% это тоже ужасно. У нас была инфляция 5%, у нас самая низкая инфляция была 0,2%. При службе Минэкономики и правительство пока не прокомментировали заявление Вячеслава Яницы. Стоит отметить, что несмотря на то, что на конец прошлого года уровень инфляции составлял около 30%, пенсии в апреле этого года были проиндексированы всего на 15%. При этом многие пенсионеры открыто заявляют, что как бы сильно они не экономили, но все равно накопили долги за коммунальные услуги, потому что их пенсии просто не хватало на оплату коммунальных счетов из-за значительно возросших тарифов.